Уважаемый Георгий Иванович, уважаемый Светлана Анатольевна, уважаемые коллеги, большое спасибо, во-первых, организаторам конференции, которые предоставили возможность выступить. Ну, тема такая щепетильная, ошибки хирургического лечения меланомы кожи. Для хирурга это всегда так, как бы, вызывает трепет. И когда Георгий Иванович, мой любимый учитель, предложил эту тему, я достаточно с трепетом отнесся к этому, приняв это близко к сердцу. И, по всей видимости, там первая мысль была, наверное, сделать два слайда. Первый слайд вступления, потом вторым слайдом отпустить. Ошибок делаю очень мало. Потом думаю, нет, наверное, двух слайдов мало, сделаю еще третий слайд. Кто не работает, тот не совершает ошибок. Но, тем не менее, так, у меня также проблема теперь с листами. Ну, с чего хочется начать. Да, когда мы говорим о хирургических ошибках, ну, в первую очередь, да, все ли дело в руках, да. Хирург, на самом деле, хирург-онколог, ну, на 80% это первый человек, который вообще принимает пациента с диагнозом меланома кожи, с диагнозом подозрения на меланому кожи. Ввиду этого, рассматривая проблему, наверное, более глобально, наверное, хочется не просто разделить эту тему, что вот хирургические ошибки. Наверное, хирург совершает как технические ошибки, да, которым свойственно, так он совершает и тактические ошибки на первых этапах приема пациента. Что мы относим к тактическим ошибкам, да, всей хирурги, наверное? Ну, первое, и, наверное, уже тут звучало не раз, и на множество конференций это повторяется, это неправильность интерпретации диагноза, то есть диагностические разногласия. Второе, это несоблюдение методологии визуального и инструментального исследования. Здесь, опять же, подчеркну, опять же, все падает на вот это рутинное диагностике, падает на того человека, который впервые принимает пациента на себя, который впервые осматривает этого пациента. Немаловажный момент, который не прекращает такую, действительно, не теряет такую значимость, это коммерческая точка зрения. Это работа множества клиник, работа множества дерматологических клиник, которые всегда учитывают мнение частной структуры, а тем самым преследуют максимальную выгоду с максимальным косметическим эффектом. А также зачастую любое пигментное образование, любое новообразование на коже рассматривается как новообразование, которое имеет косметический дефект и происходит, в свою очередь, недооценка данных о распространенности опухолевого процесса. Ну вот, блестящая, наверное, работа, которая в свое время вышла вне онкологии, под руководством Алексея Степановича Бурчука, участвовал Валентин Владимирович Анисимов, Георгий Иванович Гафтон. Вот это первичные ошибочные диагнозы, с которыми направляются пациенты в уже специализированное учреждение. Вы видите, из фактически 258 пациентов, которые были направлены в специализированное учреждение, ошибочные диагнозы, такие как пигментный невус, папиллома, они превалировали. В последующем этот диагноз был подтвержден как меланома, злокачественное образование кожи. На самом деле все просто. Еще в 1999 году, когда я пришел в неонкологию в ординатуру, ну буквально у нас, наверное, на трех этажах висели вот такие пояснительные, разумительные таблицы, которые отображали злокачественную патологию и доброкачественную патологию. Всегда обращали внимание на нейронномерность структуры образования, извязления, размеры и так далее. В последующем, приходя в поликлиники, те же таблицы и находились и там. Но, как правило, мало кто-то всегда уделял этому внимание. Ну, просто, ликбез о тактических ошибках. Вот 6 новообразований. Взглянули, сосчитали до 5 и, в принципе, может быть поставлен диагноз. Ну, для себя проверка. Вот такое соответствие. Ну, для себя, может быть, кто-то подчеркнул что-то новое. Это наше визуальное восприятие заболевания. То есть, с чем приходит пациент, что вы воспринимаете. И, как правило, хирург при обращении с такими новообразованиями ставит диагноз. Уже Лев Вадимович об этом говорил. То есть, это наше восприятие заболевания. Наше восприятие рождает первичные шаги, что мы будем дальше делать с этим пациентом. Хуже обстоит дело... Так, куда-то. Хуже обстоит дело. Появилась дерматоскопия. Ну, с учетом того, что у меня был богатый опыт, ну, правда, не очень удачной работы в частных клиниках, одних из ведущих в городе, в каждой частной клинике у дерматоскопа есть дерматоскоп. Но плохо, наверное, видно на этих слайдах, да, все в темных пяток. Но при такой картине, я думаю, что в 99,9% наверное, многие ничего не скажут. То есть, это по-прежнему остается достаточно пустой. Опять же, ликбезно, да, посмотрели, поняли, где злокачественность, перелеснули. Да, вряд ли, наверное, какое-то совпадение по злокачественной патологии кто-то наблюдал. Опять же, подчеркиваю, вот это неоднозначное отношение к частным структурам, по-прежнему существует некий альянс, да, это альянс дерматологов и косметологов. По-прежнему в этой структуре не присутствует онколог, не присутствует хирург-онколог, который мог бы действительно подсказать, в каких рамках должно вестись лечение, в каких рамках должно вестись наблюдение, и что делать, когда все-таки совершена какая-то ошибка на первых этапах лечения пациента. Тактические ошибки. Это недооценка, ну, также недооценка данных о распространенности опухолевого процесса. То есть, опять же, на образовании первично, когда к нам приходит пациент, мы расцениваем его как косметический дефект, тем более, если это молодая, красивая женщина. Да, дефект есть, от дефектов надо избавиться. Это первично, к чему обращает внимание там хирург. Хирург говорит, да, я тебе сделаю красиво, я иссяку, сделаю косметический шов, и муж твой или спутник не заметит. Также золотой стандарт обследования пациентов не всегда при этом соблюдается. Зачастую обращение, и я думаю, что Георгий Иванович подтвердит, активно участвовал в работе частных клиник, я ему активно поставлял таких пациентов. Георгий Иванович очень тактичный человек, никогда грубого слова не скажет, но в глазах считалась достаточно большая грусть за тех людей, которые все-таки обратились за помощью первичной в те структуры, где проявлялась какая-то некомпетентность. На этом слайде сразу скажу, что это собранные данные, это во многом не литературные данные, и данные, например, по Евросоюзу, Великобритании, Соединенных Штатов, они скомпилированы. Вторые данные, тут пришлось действительно поднапрячь своих сотрудников, чтобы они все-таки проанализировали, как приходят пациенты и с какими вещами. Допустим, при первичной опухоли, при первичной меланоме, в каком проценте случаев за рубежом назначается просто банально ультразвуковое исследование региональных лимфоузлов хирургами в 95% случаев. У нас при обращаемости пациента уже спустя некоторое время, например, годичная литературность, пациенты подвергались ультразвуковому исследованию региональных лимфоузлов в 70% случаев. Ошибка, ошибка, и ошибка хирурга, который производил манипуляцию определенную, но не направил пациента на дальнейшее обследование, не принял его по динамическому наблюдению. В каком проценте случаев выполняется рентгенография? Опять же, вот такие одинаковые цифры, 95% за рубежом выполняется рентгенографической исследовательной грудной клетки, то есть соблюдая все постулаты. В нашем случае, в данном случае, я оцениваю только результаты Санкт-Петербурга и только тех пациентов, которые приходили к нам на прием, которые обращались за помощью в наше учреждение. Так вот, в основном ограничивается все исследуемым в объеме флюорографии. И только в 15% случаев это рентгенографическое исследование. Это не пустые слова, это действительно просто эмпирическое поступление пациентов и вот оценка, как их наблюдали в течение какого-то времени. Что касается компьютерной томографии, законно за рубежом выполнение компьютерной томографии только при малейшем подозрении на дисминированный процесс, только при малейшем подозрении на увеличенный региональный лимфатический устав. В наших учреждениях уже выполняется только в 75% случаев. И обращение за помощью к нашим инструментальным диагностам за выполнение МРТ головного мозга, даже при наличии неврологической симптоматики, только порядка 10%. Что касается технических ошибок, но основное, и, наверное, тут не буду лукавить, и открыто, действительно, с открытым заправлением, это неправильность, конечно, выбора хирургического пособия. То есть быстрота, опять же, достижения косметического, достижения лечебного эффекта, опять же, является по-прежнему коммерческой составляющих во множенном учреждении. То есть мы не готовы отпустить пациента, мы готовы ему сразу выполнить какую-то процедуру. Также несоблюдение границ резекции удаляемой опухоли. Несоблюдение принципа областики, который является, в принципе, основопоколагающей в хирургической онкологии. Технические ошибки. Лазерная деструкция. Думал, что этот метод, наверное, утеряет какое-то свое значение при образованиях на коже. Но, тем не менее, все идут достаточно широко, обладают этой методикой, закупаются в большом объеме криодеструкторы, ну и к чему приводит лазерная деструкция. Но, опять же, наверное, плохо видно, да? Но вот обращение пациента 48 лет, состояние после выполнения криодеструкции пигментного наобразования. Без верификации, без всего, что, в принципе, как бы нарушает свои просто алгоритмы. Диагноз при обращении у нас верифицируется как меланома. И, что самое плохое и печальное в нашей ситуации, уже на момент осмотра имеются положительные лимфоузлы. В данном случае позитивные лимфоузлы, доказанные и верифицированные, цитологические подмышечные области на стороне рожей. Криодеструкция. Также, опять же, пациент 53 лет, в состоянии после выполнения криодеструкции пигментного наобразования на стопе. Диагноз у нас верифицируется как меланома. Ну, посмотрите, по всей видимости, был какой-то минимальный дефект, пациент рассказывал, что буквально это было точное образование, имеющее неровные края, участки извязления, пигментации. Выполняется криодеструкция. Буквально эта картина через 10 дней. Технические ошибки. Несоблюдение границ резекции удаляемого оккуляра. Ну, наверное, через одну публикацию, и Георгий Иванович не даст тоже соврать, все ведущие онкологи, Лев Вадимович, Георгий Иванович, Валентин Вадимович, все указывают, что существуют границы резекции удаляемой опухоли. Множество международных подтверждений, множество публикаций, которые говорят, что при таком-то объеме удаляемой опухоли следует отступать такие-то границы, при такой-то такие границы. Рецидивы возникают в стольки-то процентах. Медиана выживаемости. Такая-то, меняется, не меняется. То есть множество публикаций. НССН Габлайн, которая сейчас для онкологов является настольной книгой. И миф номер один, который возникает. Меланома должна иссякаться максимально широко, как только может себе позволить хирург. Просто не представьте, Георгий Иванович, опять же, я апеллирую к учителю постоянно, находя поддержку, наверное, скажет, что зачастую к нам приходят пациенты с максимальными рубцами. То есть, бывает, при операции на ортокоронарную шунтирую, но, в принципе, эти рубцы сопоставимы. То есть, чем шире, тем лучше. Не всегда это так. Что еще из технических ошибок? Ну, несоблюдение. Тут, извините, пришлось немножко похулиганить пациенте. Несоблюдение границ резекции. То есть, старание хирурга быстро что-то забрать, быстро отправить на гистологию, либо что-то быстро иссечь, экономненько, красиво отправить на гистологию. Как правило, в городе гистологическое исследование занимает около месяца, и после этого пациент с полным букетом всех возможных осложнений, с полным букетом распространения с обухолевого процесса, поступает уже в стационар. Ну, вот, нерадикальное иссечение. В данном случае состояние после выполнения иссечения с пластикой местными тканями, привилифицированной меланомией. Но, обратите внимание, да, рубец. Ширина, то есть, казалось бы, да, радикальная операция. Но, увы, нет. При пересмотре гистологического материала удаляемой ткани в краях резекции опухолевой клетки. При обращении уже имеется поражение лимфатических узлов. Трагедия, конечно, трагедия. Такого, в принципе, не должно быть. Своровал фотографию, просто не знал, что поставить слева. Извиняюсь. Значит, опять же, плохо видно. И, наверное, здесь не рассмотреть рубец. В данном случае выполнялась пациентке подмышечная лимфодиэнктомия. И том, что характерный момент, что рубец как-то необычно проходит в горизонтальную линию. Этого никто не видел. В дальнейшем пересмотре препаратов множество позитивных краев в районе резекции. Пациентка рассказывает, что рана достаточно долго не заживала. Выделялся пигментированное образование. По всей видимости, можно ретроспективно приводить, что был вскрут лимфатический узел интероперационный. То есть, опять же, это нарушение всех принципов онкологических манипуляций. Областика, зональность, футлярность. Интероперационно уже повторно оперируя эту пациентку, получили данные свидетельства о сохранении функциального футляра. И на момент осмотра, по данным МРТ головного мозга, у пациентки уже отмечено обвисимое в объеме метастатическое поражение головного мозга. Плохо. Технические ошибки. Опять же, при заборе биопсинового материала. Уже коллега из городского онкологического диспансера говорил об основных принципах. Но немножко повторимся. Опять миф-2. Образование подозрительное на меланому кожи ни в коем случае нельзя подвергать каким-либо процедурам, травмирующие саму опухоль. Пункция, частичное исчечение, травмы и так далее. Да, уже говорили, что пациент просто вцепляется в тебя, не надо трогать ее. Я говорю, кто вам сказал? Мне сказал вот врач, который к вам направил. Зачем вы пришли? То есть, вы пришли получить консультацию, но при этом вы посмотрите, но не трогаете. Опять же, миф существующий. От бабушек, передающихся дедушкам, внукам и так далее. О том, что никакое пигментное образование трогать не нужно. Миф. Ну, вид биопсии, наверное, все знают. И приводить туда особо не надо. Чем в последнее время пользуются? И вот, будучи в Кире, в Германии, на вовшоп-меланоме, задавался хирургом вопросом, насколько как бы приемлемы эти методы. Шеф-биопсии. Да, они достаточно очень широко пользуются этим шеф-биопсией, при том, что это происходит достаточно в 5-минутные сроки. Даже пациент не успевает понять, что произошло. Снимается, отсылается на гистологическое исследование. Буквально через 2 часа готово гистологическое исследование. И пациент, в принципе, ходом уже записывается на оперативную мишель. Панч-биопсия. Ну, наиболее оптимальная биопсия. Тоже разновидится инцизионная биопсия. Выполняется одним движением, ударом с помощью специального трубчатого скальпеля. Вот арсенал, в принципе, который должен и нужно его использовать при биопсии. Это функциональная тонкоигольная аспирационная биопсия. Биопсия толстой режущей иглой. Эксфолиативная цитология. Мазок отпечаток. Самое простое. Вообще, кто может даже в молотонных условиях это все выполнить. Просто стекло. И отправить в специализированное учреждение, даже чтобы посмотреть. И эксцезионная биопсия. Сосрочен гистологическим исследованием. Ну, вот к чему, например, ведет неправильный забор материала. Приходит пациент. У пациента образование в паховой складке. Доктор смотрит и говорит, ну, по всей видимости, наверное, это либо абсцесс, либо фурунков. Ну, давай вскроем, да посмотрим. Ну, вот вскрыли, посмотрели. Вскрыли, посмотрели. Ну, вот такое подобное образование. Не обращает внимания на первичное образование, которое существует. И массивная диссеминация процесса. Да. На момент обращения у пациента уже имеется метастатическое поражение. Ну, и в заключении, там, соблюдая регламент, я скажу, что действительно не только дело все в руках хирурга, не только дело все в технике выполнения оперативного вмешательства, а, конечно, наибольшее, наверное, то значение имеют именно тактические ошибки и выбор метода лечения в хирургическую сторону. Спасибо. Спасибо, Виталий Ильич. Пожалуйста, вопрос. Пожалуйста, пожалуйста. Я не вижу, кто... А, Андрей Захарович, пожалуйста. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, сколько Вы все-таки отступаете от края опухоли, да, при седении меланома, это первый вопрос. Затрагнуете ли Вы фасцию при этом удаление или нет? И третий вопрос. Если локализуется меланома или на преднемышной стенке, или на спине, и она, возможно, дает метастазы подмышечная, да, такая локализация, и пахово-лимпатический. Выполняете ли Вы сразу профилактическую лимфо-dling тему? Но опять же, я тут, наверное, не только буду ссылаться на свои данные, но по границам отступления мы следуем общим, международным рекомендациям. То есть все Кораноны следны, соответственно, как бы, стадионности к образованию. То есть минимально это 2 см. То есть 2 см, это достаточно она уже в настоящий момент признана для адекватности удаления этого образования. Что касается профилактической лимфоаденоктомии, опять же, задавал вопрос, вот у меня, например, однозначного ответа нет. То, что это не влияет ни на какую пятилетнюю выживаемость, да, выполняя профилактической лимфоаденоктомии, я могу, наверное, говорить со стопроцентностью, что профилактическая лимфоаденоктомия на общую выживаемость пациента не влияет. Следует ее выполнять? Наверное, не следует, когда нет субстрата для выполнения этой подобной операции. Зачастую оперативное вмешательство, колеща оперативного вмешательства, чревато рядом своих осложнений, да, и для пациента это достаточно значимая потеря времени, да, пребывание в стационаре, отвлечение от его рутинных дел. То, что касается, нужно ли исследовать пациентов, конечно, обязательно 100% случаев пациент, поступающий на удаление первичной опыли, он должен быть оценен полностью по всем региональным лимфатическим узлам. Это не значит, что если там располагается меланома в нижнем этаже, то мы только исследуем пахово-бедренные, да, лимфоузлы. Оцениваются и подмышечные лимфоузлы, потому что риски, риски так или иначе, они существуют, да, развитие в том или ином месте. При подтвержденном рутинном диагнозе наличие статического пораженного лимфоузла, ну, в принципе, сейчас ультразыковая диагностика на таком уровне находится, что они вам могут уже сказать, насколько узел изменен, и для этого не обязательно иногда прибегать к биопсии. Да, но, как правило, каждый, вообще, вот как учил меня Георгий Иванович, каждый диагноз должен быть верифицирован. Я про защиту ищу, Георгий Иванович. Каждый диагноз должен быть верифицирован до оперативного вмешательства. Поэтому, естественно, подтверждение, верификация диагноза метастатического поражения меланома паховых или подмышечных лимфоузлов, это, естественно, прямое показание к оперативному вмешательству. Но это мое отношение. Нет, вы не поняли моего вопроса. Давайте я попробую. Национальное расположение, да, выше пупка, меланома, и вы определяете метастаз в одном или двух лимфатических узлах. Вы делаете для этого операцию, удаляете все региональные метастазы или нет? Или только там, где вы попали? Нет, удаляемся весь региональный. Полностью. Еще, пожалуйста, вопрос. Уважаемый Виталий Викторович, спасибо за ваш доклад. Вот мы сейчас выслушали два доклада, и все касались... Юлия Вадимовна нам рассказывала о нерадикальности лечения. Вы о хирургических проблемах. И вот скажите, пожалуйста, конечно, вопрос достаточно такой философский, риторический. Что же делать? Мы говорим об ошибках в Санкт-Петербурге. И серьезных ошибках со стороны как и врачей, так и со стороны пациентов. Они обращаются в те заведения, которые, по идее, бы не должны приходить. Какое ваше видение? С чего нам начинать? Выходить в регионы с лекциями, обучать врачей, выходить в администрацию? Я понимаю, что это комплексный такой вот взгляд, должно быть комплексное решение. Как быть? Ну, Слава Анатольевна, спасибо большое за вопрос. Ну, я, наверное, опять же буду оперировать в сторону Научно-исследовательского института онкологии, проработать вам должен. Это лидирующее действительно звено, которое всегда занималось проблемами, группы сформированы были, которые занимались локальными проблемами. По всей видимости, такие группы, они должны развивать все свое направление. То есть выходить и, по всей видимости, может быть, ужесточать контроль над теми организациями. Мы никогда, все врачи никогда не хотим кого-то поставить в неудобное положение. Откуда-то приходит пациент, ну, рутинно, грубо говоря, позвонили, ты знаешь, вот сделали, пришла меланома, возьми и справь. Это наши российские взаимоотношения. За рубежом такого не практикуется, такого не наблюдается. То есть санкции достаточно, опять я складываю, санкции появилось модное слово. Санкции склоняются в то учреждение, где неправильно был поставлен или выбран метод лечения, который повлекло за собой угрожающее состояние для пациента. Почему за рубежом к этому такое отношение? Потому что там очень финансово большая составляющая. И когда человек уходит из-за работоспособности, он претерпевает ряд финансовых трудностей. Поэтому, соответственно, клиника в праве выдвигать санкции и пациент в праве выдвигать санкции, где это было нарушено. Поэтому, конечно, там и под эгиды, и не онкологии. И создавать эти группы контролирующих именно организации за ведением таких пациентов. Контролирующие организации не только по Санкт-Петербургу, а и по регионам, где эти клиники просто насыщаются. Насыщаются не в плане финансово, а они растут каждый с каждой очередностью. Учитывая, что доступность есть по финансовому этих клиникам, появляются новые расходные материалы, которые просто дают. Поэтому только локальный контроль по региону. Можно что-то добавить? Вы знаете, просто мне хочется такой вопрос. Микрофон возьмите, пожалуйста. Значит, ну вот я просто сижу на приеме в том самом регионе, куда надо походить. Первое. Есть препараты в аптеке, доступные, которые пациент может использовать сами. Я считаю страшный препарат суперчистотел. Это смесь адских кислот, после которого я видела и развитие рака кожи, после которого я видела и непонятные лимфоденоктомии. Отправляла к вам же в институт с подозрением на то, что больной себе убрал меланому. Есть препарат Криофарма, когда человек сам себе может сделать криодеструкцию. Никто не ограничивает пациента. Второй вопрос. Пациент приходит в частную клинику. В лучшем случае его консультирует онколог, отправляет на удаление лазером. Второй вариант, когда сам онколог работает на удаление. Но мы знаем, что меланому коварная вещь. И ошибаться, наверное, все мы когда-то ошибались в диагностике меланомы. То есть всегда есть масочки, которые мы не увидим. Больной должен оплатить иссечение, больной должен оплатить гистологическое исследование. Как правило, он оплачивает только иссечение. Я знаю докторов, которые копят пузыречки в формолине препараты у тех больных, которые не оплатили гистологию. Понимаете, то есть здесь, конечно, должны быть какие-то организационные решения в этом отношении. Нельзя вот так вот сказать, что это российские взаимоотношения, больной потом пойдет, подаст в суд, если ему что-то нарушили. Это не вариант. Понимаете, вот вы любого спросите. Один из десяти, может быть, пойдет в суд. Остальные просто не будут заморачивать себе этим голову. Потому что судебная процедура у нас, к сожалению, не самая легкая. Спасибо за вопрос. Можно я отвечу за Виталия Викторовича, потому что он слишком часто в своем докладе на меня ссылался. Потом я беру на себя эту смелость. Хочу отметить, что эта беда, это беда всероссийская. Если раньше говорили беда 3D, то сейчас беда чисто сугубо медицинская, в частности, именно онкологическая служба. Михаил Иванович Давыдов, когда стал главным онкологом Минздрава, он первое, что сказал министру, что в Российской Федерации онкологической службы нет. И он прав. Вторая составляющая, Виталий Викторович в своем докладе говорил, это финансовая составляющая, не меньшая по объему, чем за границей. Но она, это финансовая составляющая, уходящая на страну, которая не помогает здоровью, а наоборот, вредит всему здоровью. Теперь, что касается препарата чистотела и другого, я не запомню, как вы говорили. Он был еще и раньше, но сейчас был препарат, потому что он начал активно пропагандироваться еще в 70-х годах прошлого столетия. Это я знаю по своему опыту. Теперь, в отношении, где должны эти больные лечиться? Эти больные должны лечиться в специализированных центрах. И то, что идет к косметологу, к дерматологу, который не имеет никакого отношения к конкретным заболеваниям, я никого не хочу обвинять. Каждый должен делать свое дело. Когда мы это не делаем, то, что мы делаем, я в своем докладе чуть позже это все скажу. Не знайте, не беритесь, пожалуйста. Но ведь получается, что вот мы сегодня собрались здесь, люди, специалисты, которые маломальские, кто больше, кто меньше, но работают в этой сфере и понимают, мы каждый раз друг другу говорим, так нельзя делать, не приведи Господь. Вот мы показали, что вот изязвленные узлы в Паховой области и все прочее. А где остальная часть звена медицинского, которая довела этого пациента? Вот им и нужно говорить. И до тех пор, пока на государственном уровне не будет политической составляющей. А. Приказ, соответствующий, который это подзаконодательный акт, но он все-таки приказ. И когда, нарушая этот приказ, привносятся санкции, а именно санкции А, административные, Б, финансовые, тогда я вас уверяю, этого не будет. И третье, это суды. Я понимаю, что судебная система у нас несовершенна, не будем сегодня об этом говорить. Но мы должны понимать, что перед нами человек, каждый человек сам по себе уникален. Понимаете? А мы когда начинаем чехом всех лечить одинаково, здесь не надо, там надо, а я считаю, что так. А я вот считаю, что это не так. Вот тогда мы будем получать то, что сегодня сейчас показал Виталий Викторович. Поэтому я призываю коллеги, если сомневаетесь, есть же куда направлять этих пациентов. Не делайте вы ничего. Скажите, я не знаю, что это такое. Посмотрите, пожалуйста, будьте любезны. Теперь, что касается гистологического заключения, которое вы говорите, это преступление. За это надо наказывать. И позвольте на этом все дискуссию закончить. И, пожалуйста, спасибо, Виталий Викторович. Спасибо.